Дмитрий Снегирёв, военно-политический аналитик. Дмитрий, рады вас видеть, приветствуем. Добрый вечер. Добрый. Спасибо за просмотр. Вам всегда рады, да. Хочу всё-таки у вас спросить. Очень много наших коллеги как раз в информационном сюжете предоставили информацию, да, и о сокращении действительно того, как действует армия российского оккупанта, и о количестве обстрелов российской армии в Сумской области сократилось. Хотя понятное дело, что ракетные удары, они продолжаются. Но всё же, если мы говорим в этом контексте о Курской операции вооружённых сил Украины, насколько сегодня действительно, по вашему мнению, с военной точки зрения, Курская операция обезопасила приграничные регионы Украины? И можем ли мы констатировать, что они полностью сегодня обезопасены? В значительной степени. Давайте говорить о том, что обезопасны все ли не только в Сумское направление. Кстати, отдельные участки, потому что протяжённость границы на Сумском направлении это порядка 500 километров, поэтому, соответственно, силам обороны есть над чем работать. Ну и давайте говорить о том, что тактическая и, соответственно, оперативная инициатива Силы обороны Украины на Харьковском направлении перешла к вооружённым силам Украины именно после начала Курской операции. Речь идёт о том, что из-под Волчанска, именно на Курское направление, были переброшены одни из наиболее боеспособных подразделений российской армии. Речь идёт о 116-й дивизии спецназначения Росгвардии и отрядах сил специальных операций, которые принимали непосредственно участие в боевых действиях в районе Волчанска. После этого мы видели с вами просто блестящую операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в моменте освобождения, соответственно, Волчанского агрегатного завода и дальнейшего продвижения как в самом Волчанске, так и, соответственно, успешного характера контратак в районе Лепцы и Глубокая. То есть речь идёт о том, что силам обороны Украины удалось не только приостановить российское наступление вглубь Харьковской области, но и, соответственно, постепенно, поэтапно начать отвоёвывать территории, которые до этого времени длительно-временно ходились под контролем российских оккупантов. Кроме этого, давайте говорить о том, что я услышал мнение коллег о передислокации, соответственно, и сил с Ленинградского округа, Московского округа, но речь идёт о том, что на Курском направлении силы обороны Украины фактически уничтожает одни из наиболее подготовленных в профессиональном смысле части российской армии. Речь идёт о бригадах морской пехоты 810-155-й. Они переброшены не с Ленинградской области, либо Московской, они переброшены непосредственно с зоны боевых действий, что значительно ослабило возможности российских оккупантов о проведении наступательного характера операций. Но кроме этого, на Купинское направление переброшены элитные подразделения воздушно-десантных войск 7-я, 11-я, 76-я, 83-я, 106-я дивизий воздушно-десантных войск, которые на данный момент Российская Федерация фактически стачивает в боевых действиях Курской области. То есть речь идёт не о контрактниках, как нас об этом пытаются убедить, и якобы их передислокацией с тыловых районов Российской Федерации. Силам обороны Украины на Курском направлении противодействуют наиболее подготовленные элитные подразделения российской армии. Причём несут они весьма серьёзные потери. Следует отметить, что в боях за снагость 155-я бригада морской пехоты понесла тяжелейшие потери в личном составе штурмовой роты, которая насчитывала более 100 личного состава, в живых осталось, по данным самой российской стороны, не более 10 российских военнослужащих. Поэтому Курская операция играет роль не только снижения, соответственно, интенсивности огня при фронтовых районах Сумской области, снижения дальнейшего продвижения российских оккупантов на Харьковском направлении, но и в первую очередь решает вопросы ликвидации, стачивания, уничтожения, как угодно это назовите, боеспособных подразделений российской армии, наиболее боеспособных. Плюс, я забыл ещё сказать, вторая бригада спецназначения, то есть это элита. А подготовить, соответственно, подобного характера профессионалов, это серьёзнейшие затраты и бюджета, и, главное, временные сроки. Поэтому у Российской Федерации в ближайшее время станет вопрос, что воевать придётся срочниками. А как они умеют воевать срочниками, мы увидели. 600 личного состава пополнило обменный фонд, что позволило силам обороны Украины провести, соответственно, успешный характер обменов и вернуть на родину украинских защитников. Скажите, Дмитрий, хотелось бы далее, знаете, поговорить о том, как в целом на развитие ситуации у Курской области может повлиять разрешение на использование западного оружия по военным целям в России. Это решение может быть принято до начала зимы. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью «Голосу Америки». Дипломат акцентировал внимание на том, что ожидает позитивный результат от встреч на полях Генассамблеи ООН, а также группы 20, а также беседы президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой трудной зиме 2025 года. Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина с Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность. Дэвид Лэми, министр иностранных дел Великобритании, в интервью «Голосу Америки». Дмитрий, я, знаете, вот свой вопрос к вам как бы немного и расширю, поскольку, как я понимаю, разрешение бить дальнобольными орудиями для законных, для украинных целей по территории Российской Федерации, но, понятное дело, это касается не только истории по поводу продвижения вооруженных сил Украины или обороны в Курской области. Как я понимаю, эта история намного шире, которая будет охватывать другие территории Российской Федерации, а не только Курский регион. Абсолютно. И давайте продолжим. Соответственно, те данные, которые озвучены были министром иностранных дел Британии по поводу ситуации в Курской области, на позитиве. Есть расширение зоны присутствия сил обороны Украины, непосредственно мест проведения украинского наступления в Курской области, сообщение о том, что силы обороны Украины продвигаются на север и на восток от Нечаева. Это северо-западнее, больше солдатского. То есть речь идет о том, что зона боевых действий расширилась за счет еще одного района Курской области, а это больше солдатский. Если ранее это Суджинский, Куреневский и, соответственно, Лужковский район, то теперь мы видим расширение зоны присутствия сил обороны Украины. А это свидетельствует о высокой интенсивности боев, применении маневренного характера наступательных действий. То есть силы обороны Украины не снижают темпы наступления в Курской области. Теперь по поводу разрешения. Коллеги и уважаемые телезрители, мы все с вами каждый день читаем сообщения о пусках беспилотных летательных аппаратов по территории Украины. Так вот, львиная доля этих пусков осуществляется именно с Курской области. Это еще один фактор, который свидетельствует о необходимости проведения военной операции непосредственно на территории Курской области. То есть силы обороны Украины снижают возможность интенсивных ударов с использованием БПЛА, которые Российская Федерация запускает по мирным украинским городам с территории Курской области. И, соответственно, чтобы поразить места пусков беспилотных летательных аппаратов, аэродром военный, который, кстати, расположен в Курской области, силам обороны Украины крайне необходимы, соответственно, западные образцы вооружения. И успешный характер действий силы обороны Украины в Курской области в моменте ликвидации подобных угроз со стороны Российской Федерации, это именно то, чем украинская сторона должна аргументировать свою позицию перед странами НАТО. Но я напомню, есть и позитив в данном моменте. Нидерланды уже заявили о том, что силы обороны Украины могут использовать в воздушном пространстве Российской Федерации, переданные Нидерландами F-16. И последние итоги визита украинского президента в Соединенные Штаты. В очередном пакете военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов будут присутствовать средства поражения для F-16. Это, соответственно, и планируемая авиабомба с дальностью поражения до 130 километров. И главное, я не исключаю передачи крылатых ракет класса воздух-земля AMG-158 с дальностью поражения порядка 400 километров. Вот это все значительно снизит возможности российской ВКС. Я еще раз подчеркиваю, аэродром находится на территории Курской области. Поэтому вся аргументация о том, что якобы самолеты отведены вне зоны досягаемости и атакам союз других средств поражения, не выдержит критики. Дмитрий, спасибо вам за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Всегда вам рады. Благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на прямой связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.